Всем привет! Мы на стенде компании Lenovo. Это выставка IFA 2015 в Берлине, выставка гаджетов и электроники. Это специальный репортаж для компании M-Video. Вы видите картинку на стене, и, наверное, уже догадались, что это не просто картинка, это картинка, которая идет из планшета. Lenovo продолжает экспериментировать со своими гаджетами, с гаджетами серии Yoga, и в этот раз они продолжают направление встраивания проектора в планшет. В этот планшет Lenovo Yoga Tab 310, название, конечно, непростое, но и гаджет непростой, сюда встроен проектор хорошего качества. Вот наш аппарат, это, напомню, Lenovo Yoga Tab 310, гаджет с диагональю экрана 10,1 дюйма, но это не главная его особенность, а главная особенность это вот этот встроенный DLP проектор. Вот так вот он поворачивается, можно настроить, как вам удобно, и смотреть кино. Этот гаджет умеет работать в нескольких режимах, вернее, в четырех. Во-первых, его можно просто поставить вот так вот. Заднюю ножку можно убрать, тут специальная защелка, и просто держать в руках. Можно этот гаджет повесить на стену, да, и вправду. Нажимаем сюда, открываем, и вот так вот его можно повесить, будет в сеть на стене. Режимов тут несколько, естественно, есть авторотация экрана. Гаджет работает 18 часов от батареи, здесь есть технология AnyPen, то есть можно работать не только пальцем, но и ручкой прямо по экрану. У гаджета 4 встроенных спикера JBL, операционная система Android 5.1, и процессор Qualcomm 1,3 ГГц. Вообще на стенде Lenovo очень много разных планшетов, тех же вот Tab 3, их две штуки. Это 10-дюймовый, который мы только что показывали, но есть еще модель поменьше. Это Lenovo Yoga Tab 3 8, то есть 8 дюймов, 8 дюймов диагональ экрана. Здесь встроенного проектора нет, зато сам по себе гаджет, кстати, очень приятный на общую панель. Гаджет очень приятен, компактен, и тем, кому проектор встроенный не нужен, а хороший планшет нужен, в общем-то, вот этот аппарат. Диагональ экрана 8 дюймов, Android 5.1 и тоже процессор Qualcomm 4 ядра. Частота процессора 1,3 ГГц. Тут есть встроенная камера, и она поворачивается на 180 градусов. Это одна из самых прикольных фишек этого планшета, и это, правда, очень удобно. 20 часов работы от аккумулятора, и те же 4 режима работы. Планшет можно поставить, держать в руках, или повесить на крючок. Разъемов, что на старшей, что на младшей версии, конечно, немного. Тут только microUSB, и еще слева качелька регулировки громкости. Ну и справа есть разъем для наушников. Что касается задней панели, на обоих планшетах не очень приятные, хоть и разные. На старшей версии она такая, скорее, кожаная, на младшей версии шероховатая. Но обе очень приятные наушники. Lenovo Tab 3.10 и Lenovo Tab 3.8. На этой выставке все очень осторожно говорят о ценах. Некоторые их вообще не называют, оно и понятно. Но, можем сказать точно, тем гикам, кому интересны всякие такие необычные штуки, цена не будет иметь решающее значение. Потому что вещи вправду интересны, и конкурентов в нее, сами понимаете, немного. Это выставка IFA 2015 в Берлине, и специальный репортаж для M-Video. Lenovo Yoga Tab 3.10. Планшет со встроенным проектором. С хорошим проектором, да? Можно смотреть кино. Прям так. Главное настроить. M-Video. Нам не все равно.